ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ну и что могу сказать? Один из реплеев, который упал ко мне на почту, был от товарища Антона. Антоха, спасибо тебе большое, твой реплейщик мы сейчас посмотрим. Так вот, ребят, герой наш играет на Е100 в данном бою, обратите внимание на его статистику. Статистика у парня, в принципе, среднякома, он находится в золотой лиге, то есть ни вашим, ни нашим, ни внизу списка, но и не в бриллианте. У него 51,5% побед, в принципе, годно, нормально, но все-таки звезд с неба, как говорится, не собирает. 3,5 тысячи боев неполных, сказать, что он новичок, нет, но и особым таким мастодонтом игры его не назовешь. И в целом, 6 тысяч максимального урона, это тоже годно, классно, но я больше чем уверен, что он не набивает такой урон, прям от боя к бою, исходя из среднего урона, который у него стоит по статистике. Я не статист и не заслуживаю людей по статистике однозначно, но просто говорю по поводу того, что это явно не супер там какой-то скилловик. И вот он заходит в бой на потенциально устрашающей машине, которая действительно может нагнуть и нагнуть жестко. И когда я начал смотреть данный реплейчик, я поначалу подумал, что не стоит даже обращать внимание на этот реплей по одной простой причине, потому что то, что сейчас в начале боя начнет происходить, оно в принципе вызвало бы бурю возмущения в чате игры, если бы он был активен. Ему бы сейчас писали по поводу того, что он рачина, по поводу того, что он там игру портит, мешает проехать туда, куда надо. Короче говоря, парень явно бы нарвался на огромное количество унизительных высказываний со стороны его команды. И когда я начал смотреть данный бой, вот это было первым впечатлением. Дальше же у меня просто начал заворачиваться мозг по одной простой причине, потому что весь бой, который я просмотрел, и почему именно я принял решение все-таки выложить его на канале, этот бой показал, что в целом игра, ну, просто может быть абсолютно непредсказуемой. То есть вот как в ситуациях, когда ты смотришь фильм, и само собой разумеющееся, что сейчас, я не знаю, там из шкафа выпрыгнет злодей, а он оттуда не выпрыгивает, открывает шкаф, его там нет, и ты абсолютно сильно удивлен. Вот то, что я говорил, смотрите, что происходит сейчас. Наш герой, он в принципе на пролом идет, он не останавливается, он не пропускает 60 ТП. Антох, ты не обижайся, пожалуйста. Ну, я просто говорю так, как есть, да, я думаю, что имею на это полное моральное право. И я больше чем уверен, что игроки команды, они были уверены на 100%, что это один из тех чуваков, который токсичный, который сейчас просто запорит все, что можно запороть. И у него в целом, по мнению большинства, ну, просто огромное, огромное количество ошибок. Вот сейчас, допустим, он не может выцелить. Вместо того, чтобы сдать назад и выцелить тыловую часть башни, он наоборот поднимается наверх. То есть он ломает все стереотипы, которые, в принципе, кем-либо, когда-либо были озвучены того, как необходимо играть. Он оголяет свой нижний бронелист и отхватывает 468 единиц урона. При этом, ребят, он сейчас пока еще там особо толком-то сделал-то чего? Ну, окей. Сделал два шота. 1237. Отхватывает в ответку. Ну, то есть, получается, на данный момент он разменивается в целом. Ну, я бы сказал, не сильно-то и в свою пользу. Он должен был там быть со своими, он должен был держать, сдерживать, точнее, врагов. Но нет, вот все ТТшки стоят, обратите внимание, по мини-карте они стоят и держатся. Он же быкует, ну, настолько, насколько это можно было делать. И дальше, здесь в бою начинается просто что-то непонятное для меня. У него начинает срабатывать. Первое, огромный-огромный фарт, просто огроменнейший. То ли соперник испугался, то ли что-то произошло с соперником, почему тот отвернулся, вообще непонятно. Но парень упрямо продолжает давить. Он получает еще одно непробитием, таким образом у него уже практически тысяча заблокированного урона. Две с половиной тысячи нанесенного. Вместо того, чтобы прятаться, вместо того, чтобы ромбовать в обратную сторону, ломая все возможные правила игры, он продолжает играть так, как он умеет. Он ничего не меняет в своей тактике, несмотря на то, что получил уже, ну, достаточное, ребят, количество урона, согласитесь, 1560 урона, он уже отхватил. И при этом, ребят, он продолжает, он продолжает тупо дальше давить, он продолжает дальше ехать, он не боится того, что его сейчас будут разбирать, ему сейчас не фартит однозначно. В то же время, К-91 не пробивает, но здесь я не удивлен, все-таки нижний бронелист К-91 не смог бы нормально выцелить, из-за преград в виде рельс там и возвышения небольшого. Ну, а в башню, понятное дело, пробить не может. Вместо того, чтобы поехать, там, я не знаю, поддерживать своих каким-то образом, разворачиваться куда-то, нет, он просто себе спокойно выжидает е100, ловит его на ошибке отворачивающего башню и откатывается назад. И реально красные, они сейчас, вон, там пытаются что-то сделать, смотрите, зеленые остаются в меньшинстве, наш герой, он, в принципе, там, заряжен хпшкой, но, согласитесь, для 60 ТП и для того же, там, я не знаю, е100, но, ну, это не есть проблема абсолютно. Опять срабатывает дикий фарт, просто неимоверный, его опять не пробивает 60 ТП и парень, заряженный хпшкой, практически такой же, как ТП, продолжает упрямо ехать на него, прям в лоб, ничего не дожидаясь, не пытаясь, там, как-то его обойти, он не пытается охитрить, он просто прямой, как угол дома. Он увидит перед собой цель, он к ней идет, и, честно говоря, именно, наверное, из-за этих всех приколов, которые здесь есть, кучи фарта, огромное количество, ну, я не знаю, силы воли, да, продолжать делать вот так, как ты себе придумал, они все-таки сподвигли меня к тому, чтобы данное видео выложить. Парень продолжает добирать 60 ТП, я больше, чем уверен, что у 60 ТП сейчас там, не знаю, заворотом к мозгу происходит, мозжечок стучится изнутри к крышку черепа и просится выйти, потому что, в принципе, дальше он, ну, просто не может находиться внутри. Сейчас ребята могут его разобрать, у него всего лишь 572 единицы урона, и его опять не пробивают. Как так происходит? Я больше, чем уверен, что это, ну, просто фарт какой-то неимоверный. Я не могу сказать, что это закономерность, потому что он абсолютно неправильно использует Е100. Но то, что он неправильно использует Е100, абсолютно не является для него преградой сделать 3 фрага, накидать 5842 единицы урона, практически 6 косарей. И я больше, чем уверен, что вся его команда, несмотря на то, что в начале боя, они хотели ему явно написать, что он там какой-нибудь, не знаю, бе-бе-бе, я буду культурно пытаться выражаться, после того, как победа прилетела, они явно сами просто выпали в осадок от результатов, которые он сделал. Вы посмотрите, с каким отрывом наш герой вырвался вперед, и реально, несмотря на то, что по началу боя он вел себя так, что многие писали бы ему, что он рачина, он смог этот бой затащить. Именно он его затащил. Да, ребята сдерживали соперников, да, но, ребят, он все-таки забрал преобладающее количество, да, там, хпшки по сравнению с другими. Некоторые вообще ничего в бою не сделали, это он сделал этот бой. О чем это говорит? Это говорит о том, ребят, что не обязательно быть скилловым игроком для того, чтобы затащить. Не обязательно знать, как правильно ромбовать на машине. Не обязательно знать броню и все секреты брони соперника. Безусловно, это стоит знать, безусловно, это будет помогать вам в победах. Но самое главное, мне кажется, это все-таки воля к победе. Если вы за то, чтобы поддержать данного парня, за его успех в данном бою, обязательно прожмите лайк. А еще лучше прожмите лайк, если вам нравится, в принципе, сама тематика. Вот таких видео я хочу понимать, стоит ли мне продолжать в данном направлении. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Обязательно подпишитесь на канал. Мира вам, друзья мои. Ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.